Всем привет! Сегодня хочу для вас снять видео о пустых баночках. Как всегда накопился целый пакет, поэтому давайте не задерживать видео, а начинать. Первое, что я вам покажу, это пена для ванны, французская сирень от Avon. Безумно мне понравился запах, я обожаю запах сирени, это мой любимый запах. Но, к сожалению, он очень вкусно пах самой бутылочки. Немножечко было слышно в ванной, но пена как бы хорошая, но в сравнении с другими запахами не такой стойкий. И не пах на всю ванну, только в самой ванне немножечко запах. У Avon есть пены, которые пахнут намного ярче. Продолжим дальше с компанией Avon. И это будет шампунь, авокадо и миндаль. Мне абсолютно не понравился и не подошел. Этот шампунь вызвал у меня перхоть, поэтому я перестала им пользоваться, продолжила пользоваться им моя мама. Он мне попадался в продуктах, в наборах с пяти средств, но, к сожалению, мне абсолютно не подошел. Следующее, что мне попадается, это гель для душа T&D. Шоколадная фантазия, крем-гель для душа. Я уже делала обзор на эту марку. И что я вам скажу, запах обалденный, пахнет очень вкусно, но на саму марку, на гель для душа в ней очень завышенные цены. Такие запахи, это действительно пахнет шоколадом, насыщенно. Но такие же ароматы можно найти в более бюджетных марках. Дальше я вам покажу мыло для кухни от компании Faberlic с цветочным ароматом. Очень приятно, свежо пахнет цветочками. Кремовые, хорошо убирают запахи из рук и приятно пахнет. Никаких претензий. Дом Faberlic я обожаю, практически все средства дома Faberlic мне нравятся. Следующий у меня закончился Гориньер. Основной уход, это идет с эксатрактом розы, тоник для сухой и чувствительной кожи. Действительно очень хороший тоник, хорошо увлажнял кожу. Кожа была увлажненная после него, но мне не нравится запах розы, поэтому, наверное, повторять не буду. Хотя здесь достаточно приятный, но все же не очень понравился, потому что я не люблю запах розы. Следующий это спрей для тела от Avon Maracuja Pion. Я уже говорила как-то, что я пользуюсь такими средствами на работе для освежения воздуха, просто возле себя, вокруг себя, и мне это нравится. Мне очень я на работе всегда должна иметь такой вот спрей. Быстро-быстро, кругом, постоянно такое облачко приятного запаха. Решила попробовать и такой вот спрей от Faberlic. Нюхала на агентском пункте в себя этот аромат Incognito, он мне очень понравился. Но именно в спрее вот таком вот, он очень неприятный. Не советую, именно вот в таких вот баллончиках не берите, потому что действительно, ну, может только этот аромат Incognito пах ужасно. Мне не нравилось, как он идет. Уже дальше какая-то облачко немножечко как бы распространялось, более-менее. Ну, как брызнешь, вообще неприятный запах. Новая краска, которую я успела попользоваться, это итальянская марка BB Cos. Вот такая вот, это их новинка. У меня в оттенке 8-34. Еще только покрасилась, поэтому подробный обзор сделать не могу. Но после самой покраски очень красивый цвет, ровный и очень приятные волосы, не пересушенный. Следующее, что я вам покажу, это чистые линии, мягкий лосьон для снятия макияжа с век, хлопковое молочко. Мне понравился, правда, если попадал в глаза, мог вызвать раздражение. Но, в общем, убирал макияж достаточно неплохо. Но на данный момент это уже не бюджетное средство. Также мне безумно понравилась мицеллярная вода 3 в 1. Тоже чистой линии. Нет, цветочная. Она мне очень понравилась. Она приятно пахла, не сушила кожу. И она лучший гаринер, потому что не так сушит кожу вокруг глаз. И вообще кожу лица. Поэтому это с мицеллярок, именно вот эта чистая линия, и мне понравилась больше всего. Так, дальше что у меня закончилось? Это два парфюма мужа закончилось. Это от Арифлэйм Билэджи и Билэдженд и Джаст Плей от Эйвен. От Эйвен более такой свежий аромат, но не такой стойкий. А Билэдженд от Арифлэйм очень стойкий, но такой более тяжелый, более взрослый. Не знаю, как описать, но я предпочитаю мужа, когда у него более такие морские, легкие ароматы, а не такие тяжелые. Далее у меня закончилось, точнее не закончилось, просто викидовую красная шапочка, SPF 40, крем защитный от солнца. Но он очень сильно забивал поры. Я уже показывала свои поездки в горы, я пряла его с собой, но он полностью забил мне поры. Поэтому, думаю, на другой год возьму себе что-нибудь другое. Закончился у меня крем один, комплексный Old Hot от Faberlic. Я уже повторила в другой упаковке, они теперь вышли обновленные. Обожаю этот крем, хорошо впитывается, хорошо пахнет, хорошо работает. Следующий это бальзам для губ Lucky Day. Кто еще не видел, у Ватса не продается. Очень хорошие бальзамчики, бюджетные, маленькие, удобно брать с собой. Далее у меня закончился скраб для ног про ноги Faberlic. Это новинка с абрикосовой косточки. Работает неплохо, достаточно такие крупные частички, но этно-ботаника намного лучше. Скраб для ног, так что если выбираете, лучше для меня лично этно-ботаника. И закончилось непревзойденное питание с маслом африканского дерева ши. Маска для лица от Planet Spa Avon. Маска понравилась, именно на холодное время года, хорошо питала, убирала шелушинки, если они были. Достаточно неплохая, но именно на холодное время года. Но лето она слишком тяжелая. Дальше Виа Бьюти. Маска увлажняющая, тканевая, хватило на несколько раз, неплохо увлажняет, неплохо работает. Но ничем не особенная. К примеру, маска от Faberlic Prolixir тканевая работает лучше. Но это неплохая, для разнообразия может быть. Закончился у меня вот такой вот крем, не крем, а обычный гель для душа от Vittelt Charm. Он идет вот такой под страна. Карибские острова этот у меня был, очень свежий. Несмотря на то, что такой упаковки надолго хватило 200 мл, потому что он густой был. Очень бюджетный. Очень хорошая задумка, очень приятно. Вот такой морской приятный аромат у него был. Безумно мне понравился. Когда-нибудь еще повторю, просто сейчас у меня достаточно много в запасах. Но если увидите, это очень бюджетно, очень хорошее. И хорошо пахнет, хорошо выглядит. Одно только минус, вот такая упаковка. Мы привыкли к такой обычной. И последние два средства. Это твердое мыло от Lucky Day. И с запахом липы. Очень сильный, насыщенный запах был. Приятный, мне понравился. И вот такой вот концентрат против выпадения волос. Он шел в таких вот ампуках. И пока не могу вам точно сказать о нем ничего. Просто муж пользовался. В момент, когда он пользовался, исчезла лупа, но перхоть. Но сейчас она вернулась. И как будет дальше действовать, сказать вам не смогу. Потому что только закончили пользоваться. И именно как он действует, это выпадение волос или нет. Это нужно, чтобы прошло время, чтобы увидеть. Появятся ли новые волосы и как он будет работать. Вот и все мои пустые баночки. Всем спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайки. Видео каждую неделю. Внизу подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем спасибо и всем пока-пока.